МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Духовная жизнь». И у нас в гостях священник Максим Курленко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в преддверии такого важного события в жизни православных, когда 18 марта начинается Великий Пост, мы бы как раз хотели поговорить об этом времени. Почему Великий Пост называется Великим? Немного вот об истории. Великий Пост называется Великим, конечно, не потому, что он идет долго. Несмотря на то, что он идет 48 дней, это дни Святой Четыридесятницы и дни Страстной Седмицы, но Великим он называется потому, что он подготавливает нас к Великому празднику Светлого Христова Воскресения. В принципе, каждый пост в православии, их больших четыре поста, они ведут нас к празднику тому или иному. То есть Успенский пост, он тоже строгий, двухнедельный, он ведет нас к празднику Успения. Пост Петра и Павла, соответственно, к празднику Петра и Павла, 12 июля. И Рождественский пост, понятно, что он подготавливает нас к празднику Рождества Христова, чтобы мы и ограничением в пище, и каким-то духовным деланием, молитвой смогли себя подготовить, чтобы пережить этот праздник. Чтобы он остался для нас не просто службой в Церкви, не просто каким-то календарным событием, которое все празднуют, и по традиции мы должны как-то праздновать, потому что позиционируем себя как православных христианин. А чтобы оказаться вне времени и пространства, вот в той точке священной истории, где происходил этот праздник. Чтобы пережить в своей душе преображение, встречу со Христом, и оказаться участником этих событий священной истории. В данном случае речь идет о празднике Светлого Христова, Воскресенья, Пасхи. Как же нам пережить это время перед Пасхой, перед торжеством торжеств, как называют этот праздник? Ну, пережить в Церкви все установлено. И, конечно, это ограничение в пище. Лишь вершина айсберга. Многие воспринимают пост именно как ограничение в пище. Не совсем правильно. Потому что помимо пищи, здесь есть еще и другие акценты духовного делания. Это молитва, это ограничение от всего лишнего, это милостыня, это добрые дела, которые привлекают благодать Божию, освящают душу. И именно это позволяет нам оказаться в каком-то новом преображенном состоянии, очищенном состоянии души. Ну, вот мы, наверное, слишком далеко от Церкви. Многие люди, которые считают себя крещенными, православными, ходят в Церковь, знают, как молиться, знают какие-то молитвы, умеют правильно свечку поставить. Считают себя такими образованными в этом плане. Но о Великом Посте, когда спрашиваешь, знают очень мало. И где-то слышали какие-то отрывки, что-то знали. У кого-то бабушка, у кого-то дедушка. То есть на опыте своих родителей что-то слышали, но сами не соблюдают. Поэтому мы вышли на улицы города, Чебоксара, и решили спросить у чебоксарцев действительно, что они знают о Великом Посте, соблюдают ли постятся сами. Вот давайте посмотрим опрос сейчас. Хорошо, очень интересно. Ограничение в еде, очищение души и тела перед Пасхой или в преддверии любого большого религиозного праздника. Бывало, но давно. Не то, что трудно, как сказать-то, отвлекает. Слышали, да, то, что там помелочено, то, что мясо надо есть, только сухое, типа вот это вот вся. Что там еще? В церковь надо ходить. Перед Пасхой. Да, очень строгий пост. Есть мясное, молочное. В общем, животные продукты нельзя есть. Есть только растительные. Питаться растительной пищей. Ничего это продлится. Почему он называется великий возраст? Потому что этот великий возраст, это честь воскресения Иисуса Христа. Было или нет? Стараюсь каждый год, вроде стараюсь, но если от настроения зависит настроиться, можно перенести. Это даже полезно для здоровья. А так, больно-то, про это сказать ничто не могу. А что слышали тогда? Ну, у меня бабушка как бы тоже как постилась. Правда, сейчас нету. Она просто не питалась больно-то всякой едой. Все зависит от того, наверное, во сколько человек верит в это. В душе, в своих мыслях, в своих, скажем так, взглядах на эту жизнь. Тем более у нас не очень-то простая так складывается ситуация. Каждый исходя из своих возможностей, я так думаю. А вы конкретно сами? Я не придерживаюсь, потому что, как говорится, может быть, еще не дозрела до этого, может быть, еще должна что-то обдумать в своей жизни. Пока нет. У меня мать постится постоянно. А как это происходит? Ну, какие-то там... Ну, что-то нельзя ей кушать. Не представляю, что я ей нет. И даже не знаете, что она ест, что не ест? Ну да. А почему называется Великий пост, тоже не знаете? Нет. А с чем связано это вообще? С церкви. Ну вот, наши жители вот так вот воспринимают Великий пост. Что вы можете об этом сказать? Конечно, очень жаль, что многие воспринимают его достаточно посредственно, и как бы он идет стороной. Вот моя жизнь, она идет своим руслом, а пост идет где-то далеко. И, дескать, у меня бабушка верующая, вот бабушка у меня соблюдала, или мама соблюдала. Но все должно складываться в духовной жизни человека достаточно органично. Кто-то приходит через Великий пост, потому что он заложен в традиции семьи, приходит к вере и к Богу. А кто-то наоборот. Может быть, он приходит к Богу и начинает интересоваться, что там вообще в церкви самое главное, как жить жизнью духовной, а потом понимает, что без Великого поста, ну, это практически невозможно. Невозможно жить такой жизнью, где есть суета, где есть разные источники информации, вот этот информационный шум, фон, все это давит, вот эта муть в душе. И говорить что-то о духовной жизни, о жизни с Богом, то есть это невозможно. Нужно время на некую концентрацию внутреннюю. И поэтому посты, они как раз и выполняют такую главную функцию, на то, чтобы человек умел отсекать все лишнее и концентрироваться на главном. Вот мы увидели сейчас, вот старшее поколение, если можно так разделить, да, они знают, и вот там женщина рассказывала, что, по-моему, все правильно, да? Да, все правильно. Отказывается от животной пищи. Молочная животная пища, допускается растительная пища. Вот соблюдает. А молодое поколение? Вот что у вас, какие ощущения после их ответа? Конечно, по нескольким человекам нельзя судить, делать некий срез. Но в целом, да, картина именно такая. Сегодняшняя современная ситуация, в которой мы живем, современная культура общества потребления, она не подразумевает какие-то ограничения. Наоборот, навязывается идея того, что отдохни, подушечка помягче, здесь поудобнее, здесь вот какие-то гаджеты тоже поудобнее, все, что было поинтереснее. И вот человек живет в этих противоречиях. То есть это отражение современного общества, современной культуры. Но рано или поздно конфликт этих противоречий, он встает в душе человека. И тогда он делает выбор, с кем он и за кого. Все время на скамейке запасных не просидишь. Думаешь, что пусть там Бог с дьяволом борется, а я так как-то в стороночке останусь. Когда-то приходится делать выбор и для себя решать, что мне именно нужно. Если даже сегодня мы видели и запросы некоторых молодых людей, что им пока это не нужно, они пока не понимают, и в их возрасте, может быть, я тоже до конца не понимал, потому что я пришел к церкви уже в армии, и после армии я крестился и так далее. Поэтому всему свое время. То есть нельзя ругать, да, молодых людей, которые... Нет, конечно. В церкви все должно быть по доброй воле. Воля не должна быть подавлена. Никто не должен стоять с домоклым мечом и говорить, соблюдай пост великий, это нельзя есть, это можно есть, это нельзя смотреть, это можно. Вот самое главное – это дар, который дан нам от Бога, дар свободной воли. И вот этим даром мы должны пользоваться. Но там же за ним стоит и дар ответственности. Вот мы должны вот именно так возрастать духовно. Ну, многие воспринимают и слышали о Великом Посте в основном только то, что нужно отказаться от пищи, от еды. Вот мы как раз в вопросе это и могли наблюдать. И плюс какие-то вот молитвы. Какие молитвы не все знают. Вроде бы нужно ходить в церковь. Вроде бы и не обязательно так часто. Вот просто вот этот вот период воздерживаться. Развейте миф. Это ведь не только воздержание в еде. Да, это не только, как я уже говорил, это лишь вершина айсберга воздержания в еде. Но нужно постараться просто жить вместе с церковью в русле. В том русле, в котором течет церковь. И она зовет за собой верующих. Все уже в церкви продумано. Все уже дано для нашего спасения. То есть своего придумывать что-то не надо. Хотя такие случаи есть, их много, когда молодой человек приходит в церковь, как-то прикасается к его сердцу благодать Божией. Ему кажется, что он сам все решит, сам со всем разберется и начинает или непомерно много поститься, когда не нужно, когда совершенно праздники там идут. Ну, то есть своей какой-то пытается духовной жизнью жить. Но нам от святых вот дана вот эта вот духовная жизнь, духовный путь, по которому нужно идти и жить вместе с церковью. Это проще, потому что этот путь пройден уже многими тысячами людей, тех, кто достиг святости. Там есть зерно мудрости, там есть самое главное, там есть рассуждение, вот больше всего, там есть опыт духовной жизни. Потому что ведь, когда даже мы берем молитвы, написанные святыми, мы таким образом примеряем их опыт, богообщение, опыт их духовной жизни. Поэтому и в посте очень важно постараться понять, вот что требует церковь, что установлено в церкви. А что требует церковь в посте? Церковь требует, конечно, ограничения в пище, вот животной пищи, допускается растительная пища. Животная молочная пища, она не вкушается. Великий пост – это строгий пост, считается. Рыба также не вкушается, потому что пост строгий. Если бы пост Петра и Павла был или рождественский, тогда допускалась бы рыба. Помимо этого, молитва, как я уже говорил, добрые дела, милостыни, вот это является некой основой. Вот есть такое выражение – пост и молитва – два крыла на небо. И в русле именно церкви, в русле богослужения, в таинствах, которые есть в церкви. То есть человек себя очищает для того, чтобы приблизиться к Богу. В церкви есть таинство, которое нас к этому подводит, дает возможность нам ощутить небесную любовь, радость в сердце. И на самом деле правильное совершение поста, оно не некий груз, как бы сдавливающий человека, дает, а дает радость, то есть легкость, когда наконец-то удается себя собрать и отсечь все лишнее. И тогда то, что есть внутри действительно, вот та глубина, то призвание, которое ищет каждый человек, вот оно оказывается на поверхности. Это очень важно. Должен ли каждый крещеный человек поститься? Каждый крещеный человек призван, конечно, к тому, чтобы поститься, но если рассмотреть достаточно схоластически этот вопрос, то здесь мы увидим, что под одну гребенку церковь никогда всех не гребет. Есть маленькие дети, есть учащиеся, которые также допускаются, чтобы они не постились. Есть беременные женщины, есть кормящие, есть больные люди, есть старые, пожилые. Есть люди, которые совершают свое служение или там работу там, где у них нет возможности поститься. Допустим, военнослужащий, да, вот в армии. Он приходит в столовую, там что ему дают, он кушает. Но он верующий. И, конечно, такие вопросы, они разрешаются отдельно с духовником и дается благословение на послабление в посту. Вот многие начинают великий пост именно с отказа еды, от пищи какой-то, да? И к духовному приходят гораздо позже. То есть первую неделю, например, отказываются от всего, срывают там себе здоровье, говорят, что мне тяжело, но я дойду. И пост заканчивают на больничной койке. То есть не успевая прийти к молитве. Мне все так страшно, Галина, на самом деле. Были случаи просто. Я уже больше 10 лет все посты соблюдаю, и ничего, я особо не похудел, наоборот, даже немножко. Поэтому никто от этого еще не умер, если все это разумно, если действительно человек прислушивается к тому, что говорит церковь. Расскажите, как разумно. Человек современный, он физический пост, он бессмысленным становится, если его... Да, конечно. Первонаперво нужно выстроить некую главную линию, главный такой духовный стержень. И если в кульминации этого духовного стержня будет встреча с Богом, тогда и совершенно по-другому осмысляется ограничение в пище. Это не просто диета становится, а именно средство для того, чтобы эта встреча состоялась. Если человек вступает только недавно, только начинает поститься, молодой человек, к примеру, то нужно включать рассуждения в своей душе, попытаться понять, что он сможет осилить, какова внешняя его загрузка, в которой он живет, среда, в которой он находится. Может ли он сразу включиться и поднять ту планку, которую требует церковь. Потому что это высокая планка, достаточно, действительно. Ведь она создана и установлена монахами, потому что сам устав постной жизни, который написан в типе иконе, вот тут, конечно, монашеский устав. Но, тем не менее, это все возможно. И даже если человек чувствует, что у него нет сил на то, чтобы весь пост соблюдать, можно пока для начала попробовать соблюдать первую неделю, попробовать соблюдать последнюю, где-то, может быть, в серединке. Ну, в зависимости от сил человека. Но он должен понимать при этом, что планка его зовет к гораздо большему подвигу. Что такое благословение и нужно ли его брать перед тем, как начать соблюдать пост? Ну, здесь я думаю, что особого благословения брать не надо, если только за исключением тех случаев, когда человек или больной, или беременная, кормящая, о чем мы уже говорили, тогда нужно подойти и взять благословение. А так, можно сказать, такие врата в пост – это прощенное воскресенье. Вообще, жизнь в церкви, она дает возможность нам достаточно органично войти в пост. Поэтому, когда человек и бывает на богослужении, когда он побывал на прощенном воскресенье, когда он очистил свою душу тем, что простил своих ближних, просил у них прощения, и вот с этой легкостью он вступает. Поэтому еще что-то особое такое, я думаю, что не нужно. Ну, вот многие в этот период стараются еще исповедоваться. Появляются такие люди, да. Исповедь, она связана, лучше акцентировать здесь внимание не на исповеди, а на причастии, потому что они связаны между собой. Потому что когда мы готовимся к причастию, то тогда мы должны перед причастием исповедоваться и попаститься. И поэтому многие люди, понимая, что они хотели бы причаститься, но здесь как раз идет пост, они и попастятся заодно, и поисповедуются перед причастием, и, соответственно, причастятся. Когда-то была такая практика до революции, но она не совсем правильная. Вот вообще практика духовной жизни, вот христианина, который живет в церкви и хочет действительно по-настоящему не по проформе какой-то жить, а по-настоящему. Вот практика жизни такого человека, она показывает, что причастие один раз в год в Великом посту, или даже два раза в год, она не дает вот той полноты, которая вдохновляет человека, окрыляет его, которая преображает человека. Потому что слишком много, особенно сейчас у нас того, что вновь нас придавливает некой мучью, которая вокруг нас витает. Поэтому исповедоваться и попаститься один раз, и причаститься в Великом посту, это не может играть той роли, которую призван христианин, постоянно искать Бога и встречать с ним. Вообще, Серафим Саровский, он говорил о том, что хорошо бы христианину причащаться каждым постом, а их четыре, вот больших поста, каждым постом, и по большим двунадесятым праздникам. Вот это, я думаю, некая золотая середина, когда мы должны готовиться и к причастию, и исповедь, и пост. А кто определяет тогда строгость поста? Кто этот человек? Этот человек, это церковь. Церковь есть богочеловеческий организм, главой которой является Христос. Это также и ангелы, это и святые, и те души, которые перешли в вечность, и те, кто живет здесь и верует во Христа, это все единый богочеловеческий организм. И в этом организме духом святым формируется и то, что мы называем священным преданием. Допустим, священное писание Библии – это есть часть священного предания. Именно рассматривать нужно именно так. И точно так же и пост, и вообще богослужебная практика формировалась именно в предании церкви. Но зафиксировалась впоследствии в неком таком богослужебном уставе, который называется с греческого «типикон», переводится как «устав». Поэтому, если мы говорим о том, кто определяет строгость поста, мы обращаемся именно к типикону, тому, что принято древними отцами, которые подвязались именно так. Потому что везде должен быть устав, когда много людей. Когда много людей собирается, каждый говорит, один говорит, что я буду паститься с утра до вечера, а другой говорит, мне это тяжело, я потом как-нибудь на кроватке полежу. И поэтому должна некая унификация быть на самом главном, акцент на самом главном. Вот он выработан веками, этот акцент. Так же, как в армии, допустим, есть устав караульной службы, есть устав. Все прописано в армейском уставе, я помню, в армии, когда был там, вплоть до того даже, когда сколько на помывку личного состава, там 40 минут требуется, вот понимаете. Поэтому, если мы говорим о юристах, у них уголовно-процессуальный кодекс, но тоже есть некий кодекс такой, вот в церкви есть устав, и он зафиксирован в типиконе. Где его можно или взять, прочитать? Сейчас интернет есть у всех, пожалуйста, можно обратиться. Но кому это слишком сложно, достаточно прийти просто в храм и спросить у священника. То есть не откажут все? Обязательно. Это вообще призвание священника в этом, чтобы отвечать на вопросы, чтобы и самому стараться идти тем путем, который заповедовала церковь, и помогать людям в этом. А что вы тогда можете посоветовать тем, кто в первый раз поститься будет именно с 18 марта? Или кто-то хочет, но еще не созрел? Что вы, какие-то советы можете сделать? Знаете, ну, во-первых, себя не жалеть. Сильно, сильно. Я акцентирую внимание на слове «сильно», потому что мы привыкли к тому, чтобы себя во всем жалеть. Вот нужно задуматься над тем, что где-то ограничения, они несут нам пользу. Представьте, фонтан, допустим, если выйти, он становится красивым, когда через узкие трубочки проходит вода, а если это убрать, буль-буль-буль, и все, в общем-то, на этом все закончится. Поэтому ограничения не должны быть. Вот это принять для себя, как некое главное, что это мне полезно. Пост нужен не Богу, а мне. Богу-то ничего не надо. Это мне помогает. Потом, тому, кто только приходит к посту, важно постараться понять, вот как ведет церковь к посту, на что она акцентирует внимание. Потому что даже еще до начала поста, каждая неделя посвящается какому-то определенному событию священной истории или притче и священноописание. Там, допустим, сначала притча о мудрии фарисея, которая говорит о молитве человека, о его смирении или о гордости. Потом притча о блудном сыне, которая говорит нам о покаянии человека, который хочет вернуться к Богу. Притча о страшном суде, которая говорит нам о том, что грядет воздаяние за границей этой жизни. Далее, каждая неделя в посту она также имеет свое важное значение. Это неделя торжества православия, это неделя Григория Паламы. И важно узнать о жизни этого святого. Почему именно ему посвящается неделя эта? Неделя Иоанна Лествичника. Тоже, если есть возможность, как-то прикоснуться к трудам, к Лествице, как к восхождению к Богу в духовной жизни. Неделя Креста Поклонная. Попытаться понять, что есть крест для православного христианина, крестной жертвой и несения креста вообще. Неделя Марии Египетской. И так постепенно подходить к Пасхе. Постепенно подходить к Пасхе. То есть не просто попытаться поставить во главу угла ограничения в пище. Для начинающего это не является чем-то очень важным. В церкви вообще это никогда не было важно основополагающим моментом ограничения в пище. Вот какой-то итог. Сам Иисус Христос, когда постился в пустыне, его искушал дьявол. У нас сейчас искушений, ну если не дьявол, то гораздо больше тысячи. Он же самый, у него тысячелетний опыт искушать людей, обманывать их. Поэтому если мы сами сражаемся, то мы уже проиграли. Если мы говорим, что он скамейки запасных, мы уже проиграли. Мы опять играем в его игру, которую он нам навязывает. Но если мы призываем Бога в помощники, открываем Ему свою душу, вот это уже здесь Бог совершает победу в нашей душе. В завершении нашей программы еще раз я хотел бы акцентировать внимание всех телезрителей на том, что самое главное – это взаимоотношения с Богом и с человеком. Ведь те заповеди, которые нам даны, они прежде всего говорят о взаимоотношениях с Богом и взаимоотношениях с человеком. Поэтому, вступая в Великий пост, мы должны акцентировать внимание именно на этом. Воздержание пищи, оно помогает каждому из нас раскрыть самые прекрасные качества в душе и дать возможность человеку действительно по-настоящему жить духовной жизнью, быть счастливым, чему всем вам желаю. До свидания с Богом. На этом у нас все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok